Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем большую тему Пробуждение человечества Влияние на самооценку человека Социальных институтов Отец-Абсолют читает Лора Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о том, каким образом Оказывают влияние на вашу самооценку Социальные институты, коими являются любые Общественные организации Именно в них дуальность трехмерного мира Проявляется особенно ярко и выпукло Поскольку с самого раннего детства В яслях, в детском саду, в школе Ребенка начинают сравнивать с другими На этом построена вся система воспитания В дуальном мире И сейчас мы рассмотрим Как это проявляется на тонком плане И какое энергетическое воздействие Оказывает на человека Давайте представим себе ребенка В его идеальном исполнении Все его чакры полностью раскрыты И все его тонкие тела ровные Плотные и упругие Без единого изъяна И вот такое чистое существо Божественное сознание попадает в ясли Или детский сад В его группе самые разные дети А воспитатели чаще всего придерживаются Веками проверенных методов В основе которых лежит принцип Разделяй и властвуй На тонком плане это выглядит так Что энергетически чистое создание Попадает в конгломерат самых разных энергий Большинство из которых несет в себе Низкие вибрации И с этого момента Начинает формироваться Самооценка маленького ребенка И если ему посчастливится Попасть в благоприятную среду С мудрыми и любящими педагогами Которые берегут нежные души Своих воспитанников И стараются выявить индивидуальность Каждого из них То личность ребенка Начинает формироваться В правильном направлении Он будет учиться уважать себя и других Развиваясь в своем собственном темпе И не оглядываясь на окружающих И тогда он надолго сможет сохранить Свою энергетическую чистоту Но чаще всего условия В которые попадает ребенок Бывают далеко не идеальными И уже с малых лет Его окружают энергии агрессии Зависти, жадности, ревности, осуждения Исходящие как от других детей Так и от взрослых Эти негативные эмоции Начинают постепенно разрушать ауру ребенка И закрепляться в его энергетическом пространстве Образуя блоки Сконцентрированные сгустки Тех или иных энергий Но поскольку энергии Не терпят застоя То они, ища выхода Начинают циркулировать В личном пространстве этого ребенка И он в свою очередь начинает Излучать вовне Те энергии Которые в нем поселились Закон отражения Начинает работать в полную силу И чем дальше Тем больше В школе, в институте На работе Человеку приходится Все больше и больше Отвоевывать Свои позиции Постоянно повышая Свою самооценку Чтобы быть не хуже других Не менее привлекательным И успешным Чем его одноклассники А затем И коллеги по работе Так постепенно Он обрастает Как гирями Энергиями трехмерного мира Которые тянут его вниз Не давая его душе взлететь Обрести внутреннюю свободу И начать жить Уже совсем другими интересами В основе которых Лежат энергии Высоких вибраций Человеку невдомек Что в основе Его самооценки Должны лежать Иные качества Духовного порядка А не те искусственные Совершенно чуждые Его душе Ценности Которые с детства Закладывались В его сознание Общества И чьим Невольным Заложником Он стал Строя Свою самооценку Исходя Из таких Понятий Как Доходная работа Престижность Материальное Благополучие И многое Другое Что стало Символом Успешности В трехмерном мире Он Он Не отдает Себе Отчета В том Что Энергетически Он Уже Закабален Обществом Потребления И что Он Притягивает К себе Только Те Энергии Которые Поселились И закрепились В нем На протяжении Всей Его Жизни Он Уже Он Уже Не способен Притянуть К себе Чистые Высоковибрационные Энергии Способные Вывести Его На другой Уровень Существования И теперь Чтобы Изменить Эту Ситуацию Ему Нужно Менять Свою Самооценку Руководствуясь Уже Не Ее Внешними А Внутренними Критериями И сейчас Как раз Наступил Такой Период Идет Массовая Переоценка Ценностей Многими Людьми На вашей Планете И этот Процесс Включает В себя И Изменение Критериев Самооценки На этом Мы Остановимся Сегодня Любящий Вас Безмерно Отец Абсолют Говорил С Вами Приняла Марта Вы Прослушали Тему Влияние Социальных Институтов На Самооценку Человека Продолжение следует